Танк Гитлеровская Германия Гитлеровская Германия Гитлеровская Германия Ученик и соратник Михаила Кошкина Автора конструкции Т-34 Создатель многих советских танков От БТ-2 до Т-64 Как это нередко бывало в истории военной техники и вооружении Работы над проектом растянулись на долгие годы Немаловажное значение имел и тот факт, что в 1953 году Морозовское КБ переехало Точнее вернулось из Нижнего Тагила в Харьков Менялись принципы компоновки машины Типы двигателей, узлы и агрегаты Вооружение и бронирование Ходовая часть, башня и корпус Морозов стремился к снижению общей массы При возрастании скорости и маневренности Огневая мощь и бронезащита До поры до времени находились на периферии конструкторского замысла Однако по мере формирования окончательного облика новой машины Стало ясно, что за счет оригинальных инженерных решений Можно снизить боевую массу При этом повысив мощь огня и бронезащищенность Сердцем нового танка стал многотопливный дизельный двигатель За счет горизонтального расположения цилиндров Удалось повысить его мощность и снизить габаритные размеры Соответственно, резко снизился объем Который занимало моторно-трансмиссионное отделение Новые планетарные коробки передач Объединенные с бортовыми передачами Позволили облегчить конструкцию на целых 9 узлов Ставших лишними Управление танком стало более простым и легким Практически с нуля была разработана ходовая часть Гусеницы получили резинометаллические шарниры Что резко повысило подвижность и обеспечило плавность хода В 1964 году была создана модель Доводка и испытания которой продолжались еще два года Только в декабре 1966-го танк был принят на вооружение Он получил индекс Т-64 И по классификации того времени относился к средним Т-64 Средний танк Боевая масса 42,4 тонны Длина 9,2 метра Ширина 3,3 метра Двигатель Многотопливный дизельный Мощностью 700 лошадиных сил Скорость до 60 км в час Вооружение Гладкоствольная пушка калибра 115 мм Один пулемет калибра 7,62 мм Один пулемет калибра 12,7 мм Экипаж 3 человека Т-64 Производившийся на Харьковском заводе имени Малышева Был принципиально новой революционной машиной Которая стала основой всех последующих моделей советских танков Впервые в мире на этой машине был установлен механизм заряжания кабинного типа Который позволял большую часть боекомплектов В частности 38 выстрелов размещать в специальных лотках Из которых при необходимости выбора типа боеприпаса Нужный тип боеприпаса досылался в канал ствола пушки опять же автоматически В отличие от машин прежних поколений Толщину брони танка Т-64 указать сложно Поскольку она является многослойной На основной бронированный корпус-каркас накладываются дополнительные листы Вооружение первых танков Т-64 сохранилось таким же, как и на танках Т-62 То есть применялась 115-мм гладкоствольная пушка Более совершенный стабилизатор вооружения применялся Механик водителя, в отличие от предыдущих машин Размещался уже по оси, продольной оси корпуса машины Что упрощало задачу управления танком В башне танка размещались командир и наводчик То есть, благодаря применению механизма заряжания, был исключен заряжающий В результате, внутренний объем машины За счет повышения компоновки моторно-трансмиссионного отделения За счет сокращения членов экипажа В частности, заряжающего Для которого нужно было больше всего места в башне Значит, внутренний объем машины сократился Первая модель Т-64 была вооружена 115-мм орудием Однако, известие о том, что на Западе разрабатывается танковое орудие калибром 120 мм Заставило отечественных конструкторов быстро отреагировать на этот вызов Так, в 1968 году на модели Т-64А появилась 125-мм пушка Которая будет основным вооружением всех последующих моделей танков Эксплуатационные характеристики Т-64 были ниже, чем у хорошо отработанных надежных 55-ок Это оказалось платой за радикальную новизну конструкции Неплохая машина, но был недоработан двигатель Часто сгорали поршня, сгорали цилиндры двигателей Жалобы из частей, оснащенных новыми танками Касались воздухоочистителя, подогревателя, вентиляции Оборудование для преодоления водных преград и других элементов конструкции Сложный механизм заряжания постоянно заедало Малый заброневой объем и загазованность боевого отделения при стрельбе Создавали дискомфортные условия для экипажа Некоторые руководящие деятели Министерства обороны Поспешили объявить Морозовский танк Недоработанным экспериментальным образцом Однако более вдумчивый анализ показал Что промышленность оказалась не готова К быстрому внедрению и отработке новых технологий К этому нужно добавить не всегда квалифицированное Обслуживание в войсковых частях И тогда станет понятно, почему 64-ка стала одной из самых недооцененных машин За всю историю советского танкостроения Стоит заметить, что Т-64 выпускался промышленностью 23 года До 1987-го Советская армия получила 8 тысяч этих танков Предполагалось, что Т-64 заменит все серийно выпускаемые модификации танков И станет в дальнейшем единым основным боевым танком вооруженных сил СССР Но этому не суждено было осуществиться Многие недостатки Т-64-го были устранены в ходе модернизации Усиливалась ходовая часть, повышалась бронезащищенность машины На Т-64А была установлена уже 125-мм гладкоствольная пушка Естественно, имеющая, применяющая боеприпасы большего могущества Ну и в дальнейшем, при развитии его танка В 1975 году был принят на вооружение танк Т-64Б Это был практически первый ракетно-пушечный танк Не только советский, но и в мире Если не считать танка М-551 «Шеридан» Разведочного легкого танка американского Ракета на этом танке управлялась по радиолучу Для этого применялась специальная система наведения Специальная бортовая аппаратура управления Причем ракета имела как стартовый заряд В виде такого же заряда, как применялся для обычных снарядов Так и маршевый заряд для того, чтобы сохранять ее скорость на траектории Танк также получил навесную динамическую защиту Дымовые гранатометы Оборудование для самоокапывания и навешивания минного трава Практически все новинки в советском танкостроении Которые касались бронирования, вооружения, приборов наблюдения и прицеливания В первую очередь внедрялись на Т-64 Т-64 состоял на вооружении только советской армии На экспорт он никогда не предлагался и не поставлялся Поэтому история его боевого применения так и не была написана После распада СССР несколько сотен Т-64 Стали частью арсеналов Украины На Харьковском заводе имени Малышева Разработана и внедрена программа модернизации этих машин Они носят название Т-64БМ «Булат» И поступают на вооружение украинской армии С появлением Т-64 утратило смысл деление боевых машин на среднее и тяжелое Модифицированный Т-64А, совместив массу и подвижность средних С тяжелым вооружением и мощной броневой защитой тяжелых Стал первым основным боевым танком Все последующие советские танки разрабатывались на основе конструкции Т-64 Поэтому их можно назвать прямыми потомками 64-го Его детьми и внуками Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok